Лидер панк-группы «Йорш» о реформах в России «Движемся в бездну». Культура, звезды и селебрити 22 июня 1558 Лидер панк-группы «Йорш» о реформах в России «Движемся в бездну» Дмитрий Соколов в интервью СП рассказал, как борются с системой современные панки. Олег Бабкин Комментарии в просмотров 2844 На фото, лидер группы «Йорш» Дмитрий Соколов. Фото Российская панк-группа «Йорш» одна из самых заметных в новой волне. Кроме того, коллектив примечателен тем, что стремится поднимать острые социальные вопросы. Лидер группы Дмитрий Соколов даже называет творчество «Йорш» социальным роком. В песнях «Йорш» присутствует счета за ЖКХ, нарисованные больницы, школы и дороги, пенсионная реформа и аккурат к чемпионату, даже в одном из главных хитов «Лысый ес». Бразис. Санкции душат бизнес и закрывается производство, в результате чего лирический герой мечтает об интересной работе, где он готов пахать сверхурочно и без соцпакета. Как лысый парнак Тиреис. Бразис. На последнем альбоме «Нед Пути назад» градус борьбы был столь высок, что и аршисты и подмосковные панки столкнулись со взломом аккаунтов и отменой концертов. С давлением власти Йорш имел дело и в прошлом году, когда в числе ряда панк-групп принципиально отказался от участия в нашествии. Панк никогда не умрет и не получит пенсию. С.П. Что изменилось в вашей жизни с прошлого года, когда была статья в новой газете о проблемах с вашими концертами и давлением на коллектив со стороны властей? Главная новость. Так понимаю, выход альбома «Нед Пути назад». Альбом неплохо зашел. И само название сыграло, потому что написано хештегом в одно слово и все видят там фамилию руководителя нашей страны, и сильный бренд картинка череп в короне на обложке, да и материал оказался достаточно актуальным в связи с протестными явлениями, митингами. С.П. о прямой линии Путина, народ о пенсионной реформе, а им про спасение китов, что пишут мировые СМИ о попытках президента РФ ответить на вопросы о бедности и обмане стариков. Мы поехали в тур и увидели резкий рост аудитории, в некоторых городах клубы битком забивались, не продохнуть было. Особенно на Урале, в Центральной России, видно было, что аудитория выросла в трехвопросительный знак четырех раза и при этом приходили не только те, кто интересуется панк-роком, панк-культурой. В Москве почти две тысячи человек собрали на сольный концерт, в главклубе выступали. Пресса начала интересоваться, в общем, есть что-то вроде геометрической прогрессии. С.П. прошлый год был ведь годом пенсионной реформы. У вас есть песня «Панк никогда не умрет», это делает особенно значимой для панка вопрос пенсионной реформы. Что бы сказали об этой акции со стороны властей? Я вообще считаю, что мы движемся в какую-то бездну, а все эти меры призваны не на то, чтобы решить проблему или остановить это падение, а отодвинуть исход. Президент не вечен, после этого срока будет новая фигура во главе страны и идет такое переваливание на его плечи. Недавно смотрел сериал «Чернобыль» и там звучала фраза «Ну с этим же будут наши внуки разбираться». Вот и пенсионная реформа из этой серии. По факту у нас в стране пенсионный фонд не обеспечивает работу системы, создавались негосударственные пенсионные фонды. С.П. Потом они начали исчезать. Да, и получается, что количество трудоспособных граждан работает не на то, чтобы заработать свою пенсию, а чтобы обеспечить пенсии своих предшественников. С.П., которые их тоже заработали. Конечно. И, естественно, у людей начинают от всего этого бомбить. Сначала работал, потом ПФР, потом в НПФ тебя переводили, ты туда какие-то деньги откладывал, видел их там. Потом вышла новость, что деньги ушли на Крым, условно говоря. Люди начинают переживать, а в качестве решения проблемы им предложили пенсионную реформу. Давайте немного поднимем пенсионный возраст. Но есть определенная статистика, у нас в стране 150 миллионов человек, из них до пенсии определенная часть, к сожалению, не доживет. На маленький кусочек этих нескольких лет за счет поднятия пенсионного возраста проблема устраняется. И у нас все так происходит. Та же мусорная реформа. Мы общаемся с активистами, которые протестуют против мусорных свалок, и приходишь к мысли, что тут тоже налицо оттягивание проблемы. Зачем реформировать отрасль по-настоящему, устанавливать баки для раздельного сбора мусора, обучать этому людей, строить мусоросортировочные заводы, тратить деньги на это? СП. Зачем развивать промышленность, если можно сырьем торговать? Мы как-то живем без конкретной цели, может, идеи национальной. А все эти меры призваны немного отодвинуть проблему. СП, как отмечают экономисты, и эффекта для властей не было. Кто-то говорит, что пенсионная реформа нужна была, чтобы под следующие выборы ее отменить. Но народ очень негативно воспринял это уже сейчас, как, впрочем, на виду и другие антисоциальные новости. Что об этом говорят простые жители Подмосковья? Не писали ли вы песни на тему пенсионной реформы? Все, кого не спроси, хоть простые жители Подмосковья, хоть госслужащие, все против этого. Просто редко об этом говорят открыто. Песни непосредственно про пенсионную реформу у нас нет, но на альбоме Нет Пути Назад она несколько раз упоминается, в частности, в клипе Божия, Царя Хорони, за которую нам трижды ломали канал на YouTube, и клип удаляли. Там была строчка «Пенсионная реформа аккурат к чемпионату», то есть, говорилось, что пенсионная реформа была проведена под шумок ЧМ-2018, и о ней не говорилось за счет этой яркой вспышки. СП, тем не менее, спустя год после Чемпионата мира к теме пенсионной реформы все равно огромный интерес в обществе. Я не могу понять, вот собрались они что-то сделать, провести какую-то реформу. Всем уже давно понятно, что если они захотели, то возьмут и сделают. СП, ну пенсионная реформа ведь и входит в рекомендации МВФ, в плане экономики у них с Западом разногласий нет. Кстати, об игре в демократию. Сейчас будут выборы в Мазгардуму, и все единороссы идут самовыдвиженцами. Хотя Москва считается богатой, но вопросов к власти огромное количество. Закрываются больницы, реновация с выносом нищебродов за МКАД, Москва становится городом для элиты, в которой допускается лишь небольшая прослойка обслуживающего звена, преимущественно, гастарбайтеров. Какой видится нынешняя Москва вам? Аномальная жара 2019. Москвичей добьют пауки каракурты и рекордное пекло, где искат спасение москвичам и жителям русской равнины. Вообще, из-за недостатка информации много трудностей в стране. Решаются только те проблемы, которые становятся достоянием общественности. Ивана Голунова освободили здорово, но только потому, что это известный журналист, пресса писала, рок-музыканты стали заступаться, кому надо донесли и решили человека освободить, чтобы бурления не было. А тысячи таких же людей сидят, им можно подбросить что угодно и будут сидеть. СП, один из самых печальных моментов при отъезде за энное количество километров от Москвы это мусорные полигоны, о которых вы уже упомянули. Да, буквально на прошлых выходных мы ездили в Ликино-Долево, где люди держат вахту, протестуя против строительства полигона. В телевизоре, которого у меня нет, об этом не расскажут, в СМИ не пишут. Они мне написали в соцсетях, попросили поддержать. Я сначала даже не понял, что от меня требуется, деньги перекинуть или петицию подписать. Они говорят, что им важно пробить информационную блокаду. Мы повесили пост и разорвалось, как бомба, репостили известные люди, поднялась волна. В Ликино-Долево активисты дежурят в двух местах, где пытаются вырубить просеку в лесу. Около ста человек меняют друг друга в течение суток, у них есть группа в соцсетях и если приезжает ОМОН или лесорубы, они скидывают сообщения и быстро народ собирается. Они выкладывали видеодраки, в которой одной женщине ребро сломали. СП, вопрос мусора весьма показателен, мусорные бунты поднимаются то тут, то там, Серпухов, Волоколамск. В итоге решили запрятать проблему подальше в Архангельск. Интересно, почему вопрос мусора не волнует нашу элиту, ведь у них тоже есть дачи в Подмосковье, и воду они могут пить ту же. Отодвигают проблему. Мне кажется, что в нас это биологически заложено, неохота план выполнять не уволят и ладно. Я с велосипеда упал, палец ушиб и в больницу не еду, сама заживет. Так у нас и в масштабах государства. Поживу еще лет 20, до меня не дойдет, а дальше будут дети разбираться. Если о своих детях не думают, то зачем им сторонние левые люди? В Сергееве-Посаде ситуация еще хуже, там этот мусорный полигон строят в 5 километрах от 6 вопросительный знак 7 деревень. Это же совсем рядом, ветер подул и уже воняет. А самое печальное, что грунтовые воды отравляет. Секс, ЗОЖ, рок-н-ролл. СП, панк-музыка. Как известно, за редким исключением была музыка протеста, идеологически близкого к социализму. Можно сказать, что панки стали теми ребятами из песни «Т-рекс», которые пели «Не обманешь детей революции». Вы себя всегда чувствовали панками с социальной ответственностью или были сначала политичными, но что-то изменилось вокруг? Выпустив альбом в 2006 году, мы появились на грани таких течений, как поп-анк и панк-хардкор. Тогда поп-анки пели про скейтборды, девочек, сникерсы, а хардкорщики, что нужно рушить систему. Но все было достаточно однообразно, все друг друга так или иначе копировали. Изначально нас волновали вопросы такой подольской подмосковной шпаны драки, алкоголь, девочки и совсем немного школьный или студенческий протест. Мы высказывались на тему физического противостояния с оппонентами, так как возникало очень много проблем с гопниками, а потом и со скинхедами, когда стали в Москву ездить. Постепенно нас начали интересовать другие вещи, антифа, социальные темы. Музыкант, поэт-зеркало, отражающие действительность. А кынское такое творчество. Если мы видели, что наших друзей другой национальности избивают фашисты, мы об этом пели. Сейчас нам уже по 30 лет, у всех есть дети, столкнулись с ипотеками, поняли, что за ЖКХ платить надо самим, в почтовый ящик полезли. Теперь это стало преобладать в творчестве, проблемы ЖКХ, околачивание порогов чиновников, несправедливости, что кому-то статья прилетела за репост. Теперь мы поем об этом и группу можно назвать условно-оппозиционной. СП, суровая действительность не щадит и панков. А начинали мы с веселых песен и не были политически и граждански активны. Просто весело собраться, попить пиво, подраться и девчонок после концерта к себе домой привезти. Но такие песни остаются в нашем творчестве и сейчас, и это тоже нужно. Я же не стоя с утра и не распеваю чашку раскаленного гнева, не иду на баррикады. Нужно отвлекаться. Как у любого человека есть какой-то вектор движения, но он может любить и кататься на лыжах, и ходить на рыбалку. Вообще сейчас панк очень изменился по сравнению с концом 90-х. Почти все панки поют песни на тему саморазвития, протеста, развития гражданского общества, морально-нравственных ценностей, космополитизма. Это определенное благо. Панк появился, как противостояние существующему строю, и в Чопорной Великобритании это проявлялось через деструктивный образ жизни, стремление как-то одеваться, волосы красить и это публику шокировало. Сейчас, когда идет тотальное обыдление населения страны через телевизор, панк выбрал другое лицо и уже сложно встретить кого-то в косухе и с ирокезом, валяющегося пьяным на улице. Если прийти на концерт панк-группы «Новой волны», там студенты, школьники, средний класс, руководящие звено, госслужащие. Все понимают, что фразой бухать, валяться, домой не появляться никого не удивишь, да и жизнь к лучшему не изменишь. СП, ломая систему, панк превращается в человека в костюме, который работает в банке и ведет ЗОЖ. Я не пью второй год по ряду причин и выступаю абсолютно трезвым на концертах. Не то чтобы убежденный ЗОЖник, но просто алкоголь отвлекает. Меня лично. Есть определенные цели, музыкальные, жизненные, а когда пьешь, то на эти цели начинаешь подзабивать. Ребята могут по 50 грамм выпить перед концертом, но в целом выступаем в состоянии чистого разума. Так лучше с аудиторией контактируешь, лучше техника игры. Кстати, вообще в московской рок-тусовке очень популярна идея вегетарианства и отказа от алкоголя, а раньше такого не было и близко. Нонсенсом считалось не пить на фестивале. Сейчас музыкальным рынком управляют. СММ. Щики СП. Русский рок можно назвать много групп. Русский панк и фигура Егора Летова выплывет очень массивно. Грузия шлет привет Путину. В Тбилиси зреют антироссийский Майдан партии из-за Кавказской республики соревнуются, кто из них больше ненавидит Россию. СП, причем модное давно. Но по сравнению с 10 лет недавностью, когда нетрудно было встретить человека, действительно слушающего ГО, то сейчас люди могут слушать условную пошлую моли, но ходить в футболке с Летовым. У меня есть стихотворение «Желтый смайлик» про футболки с логотипом Нирваны. Я реально встречал молодых людей, которые не знают, кто такой Курт Кобейн и думают, что Нирвана это бренд. СП, что ж тогда говорить о Сиди Вишеси и прочих. Рок иконы становятся атрибутами поп-массовой культуры. Мне кажется, что и с Летовым такое и будет происходить. Что касается влияния, я помню, когда тусовался с панками году в 2006 на Пушкинской, было много споров о том, кто Ч, а кто нет. Были те, кто котировал Летова, а Короли шут наоборот. Были те, кто ИГО не считали настоящим панком. У нас был забавный инцидент, когда мы разогревали киш в Сергеевом посаде, повесили у себя афишу, после чего началась волна гонений ФУ. Вы продались, да они не панки. Каждый второй нас грязью полил. А мне всегда группа Короли шут нравилась, почему бы не разогревать. А когда Горшок умер, почти те же люди стали говорить, погибла легенда, да я на его песнях рос. А о Летове, думаю, мы еще очень часто будем слышать, и со стороны прессы к нему интерес не прекращается. Ну и вообще в последние годы растет интерес к панк-музыке. Сейчас новая волна панка набирает обороты, порнофильмы собрали. Мы с операцией пластилин собираем главклуб. Такое впечатление, что, может быть вспышка, и панк опять станет мейнстримом. СП, по сравнению с молодой рок-музыкой в России панк, кажется, чувствует себя получше. Проблема в том и заключается, что нет ярких молодых коллективов. Панк может привлечь к себе внимание не только музыкой, а какой-то идеологической линией, политической активностью, он ближе к социальным явлениям. Много хороших рок-групп, но людям сейчас не очень интересно, когда человек просто круто поет и пишет неплохие песни. Могу выделить несколько коллективов, которые достойны более широкой аудитории. На мой взгляд, это дороги меняют цвет и оберег. Но это не развлекательная музыка, а то, что заставляет думать. Думать всегда тяжелее, поэтому у телеканала «Культура» всегда рейтинги будут ниже, чем у развлекательных каналов. С.П. Если окунуться в информационное пространство, то рэперы сейчас кажутся на первых ролях. Хотя есть хорошие относительно молодые панк-группы, которые, как, например, вы, тоже поднимают важные для молодежи темы, ту же социалку. Почему к ним меньше интерес в обществе? Просто такова петля времени, что рок и панк доживают свои десятилетия в угасающем свете 60-х и 70-х. У меня есть ответ на этот вопрос, почему рок и панк чувствуют себя не так хорошо. Ответом являемся мы сами. В рок-музыке, например, считалось чуть ли не зашкваром себя рекламировать и пиарить. Общаясь с мэтрами понимаешь, что они сидят и думают, что человек должен сам найти их музыку, послушать, полюбить обязательно и поклоняться. И есть как противовес тот же Шнур, который говорит, это я для слушателя, а не слушатель для меня. В рэпе же рекламе уделяется огромное внимание. Появляется новое лицо с условным хитом, а разрекламировать можно все что угодно, можно вообще музыку не играть. Если когда-то представители лейблов ходили на концерты, высматривали, где играет новый Джимми Пейдж, то сейчас музыкальным рынком управляют СММщики. Мы стали применять инструменты рэп-артистов, тратить деньги на рекламу, на СММ. Мы встречаемся с блогерами и советуем рок-культуре в области маркетинга брать пример с рэперов, как они уже давно берут уроков в музыкальном плане. СП. В России есть группы, сочетающие качественный звук и идеологию, можно назвать, например, Аркадий Коц. А вы в плане политики на левых позициях или как-то более размытта. Мы никогда не позиционировали себя как антифа команды и даже как анархистов. Я это называю «социал рок». Отдельные члены нашего коллектива придерживаются ультралевых взглядов. Я одно время участвовал в антифашистском движении, дрался с оппонентами на улицах. У нас был теракт на концерте в Калининграде, потом ответственность взяли праворадикалы. Антифашизм для нас это, во-первых, абсолютно нормально, все люди не должны быть ксенофобами и расистами. Это, в принципе, проявление здоровой личности, а главный вектор нашего творчества гуманизм. Но вообще вся панк-культура в России была ближе к антифашизму, да и рок-тусовка. Я всегда резко относился к проявлениям нацизма, и бывало, ходил по два месяца с разбитым лицом после того, как делал замечания подросткам, кричавшим что-то про Муссолини. На 9 мая у нас в городе также бывали конфликты с правыми радикалами, но считаю, что не стыдно за такие вещи получать по голове. Лучше, конечно, вообще не получать, но обостренное чувство справедливости дергает. Новости пенсионной реформы. Путин назвал главный приоритет государства. Новости России. Поясы уже не завязывают, а продают. Рашки на пенсионной реформе. Субтитры создавал DimaTorzok